Мы еще раз в нашей жизни будем искренне благодарить Господа за то, что Он проделал нашу жизнь и дал нам сегодня возможность еще раз прийти и стать перед светом Слова Господня, чтобы стать на весы Его правды. И действительно сегодня очень важно, чтобы Господь посетил нас откровением Своим. Я наблюдаю такую картину, и не то, что я наблюдаю, так записано в Священном Писании, что очень часто, может быть, очень часто не совсем правильно, но нередко так было, когда Иисус Христос говорил и слушали, и не могли понять. Потому что оно было сокрыто написано. И мы только что недавно праздновали праздник Пасхи или Воскресения Христова. И там подмечено, что когда ангел возвестил женщинам, что Иисус Христос в воскресе, они смутились. Хотя Христос, говорит, неоднократно предупреждал. Вот вы не удивляйтесь, даже предупреждал, не говорите о моей славе, потому что вы будете рассказывать, а меня ожидает очень трудный путь и по-человечески без слави. Но я уже от себя добавляю, чтобы над вами не насмехались, то лучше не рассказывайте. А вот когда все совершится, ну вы помните, что так должно быть. И потому в основном было смущение от того, не потому что не знали, не потому что было неизвестно, что будет дальше, а просто вот не могли уместить и не хватало веры, потому что было не по-человечески. Правда, были времена, и Священное Писание их отмечает, когда Бог воскрешал людей, но они опять умирали. И они проходили в том теле, в котором были. Вы помните, несколько воскрешений во время Иисуса Христа, потом во время Елисея и так далее, и так далее. Было вот это явление отмечено, но это было не совсем то, что с Иисусом случилось. Поэтому очень хочется, чтобы действительно в сегодняшний день мы могли воспринимать это Слово Господне, как Слово Божие. И чтобы оно могло уместиться в наше сердце. Потому что есть не умешается, но вы знаете, что все равно смущение, все равно недопонимание. И действительно вся проблема в том, что у Господа часто бывают ценности и определения, которые по нашему разуму, ну никак не может быть такого. И, может быть, парадокс, вот то, что я выскажу, настолько Господь мудрый, настолько глубоки Его мысли и слова, что нам кажется, что наши мысли и наша мудрость больше. Вот Он сказал такое, ну не лезть, никакие рамки не входит. И нам кажется, что мы разумнее, а на самом деле это настолько вот недоступно, настолько глубоко, настолько вот не хватить разумом нашим, что иногда кажется, что мы разумнее утрожили. Справедливее было бы вот так делать, как нам кажется, но на самом деле мы тоже будем читать вместе, что написали, что мои мысли не ваши мысли, и пути мои не ваши пути, но они гораздо более высокие и более глубокие. Поэтому очень хочется что-то сегодня взять большее из того, что мы имели, может быть, даже вернуть что-то, что неправильно понимали или утирали, или упустили. И я вспоминаю, сегодня читал это местописание, такое довольно интересное, когда вот эта женщина этих десять монеток имела, помните, после одну потирала. И вот обнаружила, что нету, вы знаете, и стала мести. То есть выметать все, кровь, что такое мести? Оно с мусором смешалось, вот эта драгоценность смешалась с мусором. И надо было отыскивать, и после разглядеть, что-то не все, мусор, эту драгоценность, которую она потирала. Ну, я так вот читал и думал. Но мусор не стал драгоценностью от того, чтобы лежал рядом с этой монетой драгоценной. А монета не стала мусором. Все осталось на своем месте. Как бы, ну, и женщина вернула его все. Она увидела тщательно, говорит, светильник зажгла. Стала выметать, тщательно искать. И нашла. Но, я думаю, если бы сегодня мы все вернули то, что потеряли, из учения имею в виду, может быть, из жизни нашей. Ну, но есть вещь, которую не вернешь уже. А вот в священном писании стать на фундамент Слова Господне не просто возможно, а необходимо. Это надо. И вы помните один из текстов писания. Я когда говорил на тему о мире, о покое глубоком, о Божьем покое, то цитировал место священного писания из книги Геремии. Остановитесь, рассмотрите, где путь какой. Древний. Не вот этот тут наш, который сегодня. Знаете, иногда сегодня все смешалось, и не разобраться. Ну, как разобраться, где древний, где что выдуманное. И мы сегодня благодарим Богу, у нас священное писание есть. И писание, говорю, оно не меняется. Это мы меняемся. И очень часто хотим подстроить священное писание под себя, под свои взгляды. О чем сегодня брат Сирожий намекнул, что оставьте все свое. Оно есть свое. Оно и будет своим. И если это не в Боге, если это не в здравом понимании, то мы не убедим Бога, чтобы он поменял свое мнение. Ему менять нечего. А нам сегодня надо что-то отыскать. И я понимаю, если бы отыскали все то, что имели первые христиане, то было бы так, как у них было. А вы помните, что у них было? Тень проходящего Петра. Что делала? И исцеляла. Никакая нечистота не могла спрятаться. А тут же обнаруживали все. Не успел там Ананне с Сафирой солгать. И уже, пожалуйста, приходит, приносит деньги. А вы за сколько продали? За столько? Да, за столько. Что вы обманываете за столько? Вы же лжете? Вы лжете духу святому? И говорит, и кто вас заставлял лгать? Вы же могли сказать, вот за столько продали, столько себе оставили, столько вам отдали. Это уж ваше было. Но лгать-то зачем? И это было суровое время. И тут же наказание смертью. Возьмите за грех смерть. Сначала Ананне похоронили, а потом не успели юноши прийти, и жена идет. И вот тот же самый вопрос. Вы за сколько землю продали? За столько, за столько. Что-то вы согласились искусить Духа Святого. Вот приходит, вынесший мужа твоего, и тебя вынесут тут же. Я так вот думаю, наверное, если бы пришло то время, наверное, нас через одного повинашили бы за день. Настолько привыкли обманывать, настолько привыкли отчеты не давать своим словам. Наверное, через одного. Может быть, я немножко уже и переборщил в этом смысле слова. Но думаю, что много вот этой лжи, много обмана, много того, чего не надо. Иногда оно все как-то и оправдывается нами. Но, тем не менее, в Священном Писании говорит, что такого не должно быть. И потом Бог дает нам время. И я верю. То, что Господь обещал, оно исполнится. Будет это сильное пробуждение. Но для некоторых это излияние Духа Святого. Для некоторых станет последним днем Церкви. Уйдут и не придут. Потому что не захотят раскрыться. Не захотят признаться. Не захотят почиститься, если можно так сегодня выразиться. Поэтому мы уже ждем этого, но давайте будем готовы к этому. Что я имею в виду? Расчитываться с тем временем, которым где-то кто-то прячет, кто-то где-то и думает, что все так и пройдет. Ничего подобного. Но все есть свое время. И даже у долготерпения Божия есть конец тоже. Даже у долготерпения есть конец тоже. Тем более у терпения. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы нам еще раз углубиться в Слово Господне. Потому что если не будет этой глубины, сегодня настолько много обмана, настолько много хитростей, и оно прорекает в учение. И я так вот смотрю, люди сбиваются с пути. Потому что это приятно бывает. И здесь ничего удивительного нет. Апостол Павел предупредил, что будет в последнее время. Он говорит, будут избирать себе учителей каких? Не тех, которые говорят то, что написано, а которые слуху льстят. Которые говорят то, что приятно слушать. И это очень сильно увлекает. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас. Чтобы мы еще раз могли вникнуть в Слово Господне поглубже. Потому что если корень наш, как написано, будет у глубоких вод, то никто не вырвет. А если мелкое, а мелкое есть мелкое. О чем я сегодня не буду говорить. Я просто напомню, что в прошлый раз мы очень много рассуждали связи и с воскресением Христовым, связи с состраданиями Христовыми. Помните, мы говорили о грехе, чтобы мы не путались, чтобы не было недоразумений, чтобы мы прекрасно понимали. И вы помните, мы говорили, ну, не то, что открыли или вывели формулу греха. Мы просто, ну, Священное Писание увидели. Помните, я говорил о разнице. И грех есть, есть соделанный грех, есть похоть. И помните, мы говорили об этом. Ну, и грех, оказывается, грех – это желание наше внутреннее. И похоть, которая пришла снаружи, складывается вместе и образуется очень сильное желание, которое уже человеку очень трудно контролировать, которое мучает его. Это еще не сделанное, этого никто не видит, но оно есть. И после ставили разницу. Это еще не смерть. А когда человек под влиянием греха, под влиянием этого сильного желания, делает то, что диктует его похоть, или грех, который уже внутри, а после этого хотения, и еще одно хотение сложено. Одно наше, другое демоническое делает. И когда он сделал, то уже что тогда получается? Он находится в смерти. И здесь уже, Господи, прости, а мой очистил Твоей крови, потому что согрешил. Помните, я напоминал грех, а соделанный грех рождает что? Смерть. Соделанный. Я проводил эквивалент соделанного греха, вы помните, согрешения. То есть, я вместе с грехом, который у меня требовал, и сделал, что он требовал. Мы совместно со, со, согрешение. Работали совместно. Есть очень много слов с этой приставкой со. Со трудник. Со работник. То есть, делаем вместе одну работу. Так вот, согрешение. Делаем вместе с нашим грехом одну работу. Согрешение. Потом, эквивалент беззакония. То есть, нарушение закона. Сделал беззаконие. Потом, что еще? Эквивалент соделанного греха. Беззаконие. Согрешение. Потом еще что? Преступление. Мертвое дело. Я, наверное, в прошлый раз не говорил, что мертвое дело. Вы помните, послание к евреям. Круг Христа очистит совесть нашу. От чего? От мертвых чего? Дел. Мертвое дело. И еще есть неправда. Вот это слово неправда очень часто употребляют в смысле ложь. Но в другом контексте неправда. Начальник говорит, делает неправду. Помните? То есть, дело, сделанное не в соответствии со Словом Божиим, а с нарушением. И мы об этом говорили. Когда говорили о похотях, то говорили, что есть похоти есть, прихоти. Так? Что еще есть? Вожделение называется. Что еще есть? Страсть. Это идет об одном и том же. Но с разных сторон охарактеризовано это явление. И для чего мы об этом говорили? Чтобы на все эти случаи и для соделанного греха, и для греха, который никто не видит, и еще о чем-то. Для защиты от этого явления есть одно единственное средство. Кровь Христа. Омывает, очищает, защищает и так далее, и так далее, и так далее. И другого средства нету, кроме крови Христа. О чем мы довольно подробно рассуждали в прошлый раз. И говорили, но он изъязвен был за грехи наши, и мучен за беззаконие наши, наказание мира нашего на нем было на нем, и ранами его мы исцелились. Всем блуждали, как овцы. Совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Он исчезуем был, но страдал добровольно. То есть, это было не под принуждением сделано. Потому что отец заставил, и надо делать. Он пошел добровольно, по доброй воле, по благодати. Ибо ему, по благодати Божией, должно было вкусить смерть за всех. Поэтому можно сегодня немножко отвлечься, опять напомнить разницу между жизнью человека по закону или законничеству и под благодатью. Разница очень маленькая и очень большая. И в том, и в другом случае. Когда мы говорим законник, это значит исполнение Слова Божия строго. Когда говорим под благодатью, это еще строже. Но в первом случае законничество, когда человек исполняет Слово Божие под влиянием буквы, от страха. Потому что так написано. Хотелось бы, чтобы было по-другому написано, но ничего не сделаешь, так надо. Это законничество. А когда то же самое, выполняется от сердца добровольно, это уже по благодати, это уже не под давлением буквы. И вы знаете хорошо, что в нашей жизни бывает и то, и другое. Одно что-то из Слова Господне мы выполняем добровольно, от сердца, с радостью. А кое-что, просто аж пищем от недовольствия. Но надо, так написано. И поэтому самое опасное явление – это беззаконие. Не законничество, о чем мы боимся. А беззаконие. Потому что кроме законничества и благодати, есть еще и беззаконие. Поэтому человек, который игнорирует Слово Господне, не выполняет его сознательно – это беззаконник. Который со страха, под давлением выполняет – это законник. А кто с радостью то же самое делает – это человек, который находится в благодати. Его сердце настолько очищено Господом, настолько устроено, что он с удовольствием отдает самого себя кому-то в труде, в работе или еще как-то. Наверное, вот это самое важное, что надо напомнить. Потому что брать по благодати – это проще. А отдавать по благодати – это уже надо иметь сердце, способное отдавать и радоваться от того, что можешь отдавать. Не всегда и не во всех сердцах есть такое желание – жертвовать собою и радость иметь. Наоборот, я навсегда запомнил – колет дрова, режет дрова и ропшет. А почему мне больше всех надо? А почему того и того нету? А что им не надо? И вы знаете, им все время. Вроде делает доброе, а то же самое время недоволен. А другой радуется, делая, что кому-то доставил удовольствие. Вот потом я немножко еще раз в связи с этими рассуждениями о грехе, о благодати, ну, еще раз напомнил разницу. Потому что сегодня складывается такое понимание под благодатью – это хочу – делаю, хочу – не делаю, хочу – выполняю, хочу – не выполняю. Я же не под законом. И сегодня очень хорошо некий автор написал, что сейчас, говорит, появилась новая религия, которая называется толерантность. То есть всем все можно. Никого не трогай. Поступайся истинно, лишь бы кого-то не огорчить. В новой религии появляется толерантность. И правда, сегодня это слово звучит иностранное, оно уже скоро всем будет известно. И оно означает, что хочу, то и делаю. Я свободен. Свободен от всяких ограничений, от морали. Я помню одну статью, она у меня специально выписана. Когда некто и вел разговор, в чем он заключался, в конце концов, я сам и пошли. Он указал там на многое, на что. И он сказал так. Вот эту мораль, эту, говорит, совесть, принесли нам пастухи. Надо отказаться от всего, чтобы выжить. Он прямо говорит, никакой совести, ничего не надо, чтобы было, но делай все, чтобы выжить. И это в этом прессе. Это всеми уважаемый человек, который публикует свои работы, выразил такое. Религию нам навязали пастухи, она нам не надо. Далой совесть, далой всякие ограничения, иначе поздно будет. И действительно, оно и было бы так, если у Бога не было своих конкретных планов и определенных времен. На то, на другое и на третье. И это будет некоторое время, короткое время, а дальше все Господь поменяет, за что слава Богу и благодарение. Потому что в таком обществе христианам места не будет. Это уже однозначно. И сегодня многие вслух говорят об этом. Им не место будет там. С их, так сказать, философией, с их совестью, с их законами. И кто помнит что-то из прессы, то там была одна очень интересная заметка в свое время, что на земле наступает эра безбожия. И она была бы такой, если бы в свое время не вмешался Бог. Или вмешается. Она наступает и была бы так, без всяких разговоров. Без всяких разговоров. Но будет все допущено до определенных пределов, а вот то, что дьявол планирует, не будет. Но Бог даст возможность людям пожить под Его контролем. Чтобы они хорошо поняли, какое великое счастье Бог сделал для людей тогда, когда выгнал Адама из рая. И была одна причина. Адам уже научился различать добро и зло и прилепился ко злу. И Господь сказал, помните, что Он сказал? Чтобы он не успел кусить от дерева жизни. А если Он успел кусить от дерева жизни, будет жить вечно, и никто Ему не поможет тогда. И Он взял, выгнал Адама из рая. То вот это время, время великой скорби, о которой написано, что в те дни люди будут искать смерти. И не найдут ее. Ищут смерти, нет хорошей жизни. Если здесь люди иногда сами не знают, почему они не могут жить по-людски, если они еще можно, то там будет другое время. Очень большое бедствие, очень сильное наказание, болезни неизлечимые. Это будет невыносимо. И именно поэтому будут искать смерть. Но не найдут ее, ибо смерть убежит от них. Этим Господь говорит, вот так, дорогие люди, вы жили бы так все время, если бы Я не выгнал Адама из рая и не положил конец временной жизни на земле. Вот такая была ваша жизнь все время. А вы знаете, что дьявол беспощаден. Вы, наверное, знаете людей, которые когда-то попали в психбольницы, и уже по 30-40 лет там находятся, и никаких перемен. Кажется, ну, помучил немножко, да уже и отпусти, потому что это дьявол делает все. Ничего подобного. Ему доставляют удовольствие мучить людей. И поэтому вот все то, что Бог делает, оно имеет свой смысл, а потом здравый смысл. Потом здравый смысл имеет все то, что Бог делает. То есть, чтобы показать, что все то, что Он делает, это не просто так. Оно делается для блага людей. Хотя на первый взгляд кажется, ну, смерть, ну, какое тут благо вообще? Плачем, когда люди умирают. Когда уходят близкие. Но, тем не менее, Господь сегодня напоминает нам, если бы этого явления не было, было бы очень трудно жить для людей, живущих на земле. Но Бог как раз то время только просто дал. Приготовиться к вечности. И не больше, и не меньше. И сделать дело, которое Бог делает на земле. Вообще мы блуждали, как овцы. Совратились каждый на свою дорогу. Я, когда, в понедельник говорил на эту тему, почему, как Бог разумно сделал, чтобы всех заключил под грехом, чтобы все поняли, что без Него не можешь, чтобы все были виноваты и покаялись. Потому что, когда нет вины, то и каяться не будешь, правда? А когда уже почувствовал виноваты, тогда уже склонен к этому. Если бы человек был способен без этого покаяться и принять ту полноту его, отречься от своего, но он же не может этого сделать. И даже сегодня здесь, на земле, если более-менее находится в моральных рамках приличных, то люди так и говорят, а мне не в чем каяться. Я не вижу причины никакой абсолютно в этом. У меня нет нужды в покаянии. И, как правило, кто кается, кто на дно опустился. Когда уже поглядел, выхода нету к Богу тогда. А пока еще есть какая-то зацепка, не хотят люди идти к Богу. Не хотят, и все. На все будут ложить надежду. Но только не на Бога. А до Бога идут уже в посреднюю очередь. Когда все оставания разрушены, когда все пересмотрели, перепробовали, ничего не помогает, а все только одно – к Богу идти. Тогда уже решаются идти. И с этой точки зрения скажите, разве неразумно, что Бог так допускает? Ну, все не можете по-нормальному. А то надо что-то делать, чтобы спасти. Ну, надо что-то делать, чтобы спасти. Поэтому пусть Господь благословит нас так, чтобы мы могли сегодня или с сегодняшнего дня за все благодарить Бога. Несмотря на то, что мы не все понимаем, почему так с нами происходит. И, наверное, многие вещи мы и вообще не поймем. И если поймем, то, наверное, когда пройдем в вечность, и Бог позволит нам Его глазами просмотреть жизнь нашу и увидеть цель, с которой Он это делал, может быть, тогда и поймем что-то. Но если этого не будет, то и не поймем. Очень трудно понимать некоторые вещи, потому что по той простой причине, что мы не одинокие. Мы связаны с другими людьми. Мы связаны вообще со всем духовным миром. Мы только понимаем то, что нас касается. А то, что из-за меня и на кого-то влияние какое-то есть, то, наверное, мы на это не обращаем внимания. А в духовном мире это так. Поэтому, ну, хотя бы, я как-то немножко отвлекаюсь, не иду по теме. Вы помните место Писания, которое говорит так, что неневитяне восстанут на суд с родомщим и осудят его, потому что они покаялись от проповеди Иониной. Ну, и еще где-то там, вспоминайте, я уже не буду цитировать все места Писания. Другими словами, если вы сегодня больны, очень сильно, но Бог дал вам способность не просто жить, а благодарить Бога в этой обстановке, я нисколько не сомневаюсь. Это будет судом для некоторых людей, которые чуть-чуть болезнь зацепила и сказали сразу, а зачем мне такой Бог, куда он смотрит, я вообще не хочу с ним нет никакого дела. Да, Бог тогда покажет. Вот, пожалуйста, вон сестра сидит, я как пример говорю. Она страдала в десять раз больше, чем ты, и она этого не сделала. А ты от одного поколебался, она тебя и осудит. Поэтому, вот с этой точки зрения, наверное, может быть, многие из нас своей жизнью, свое время осудят многих. И нас кто-то осудит, если поколеблемся. Мы не сможем сказать, что ты мне дал такую судьбу, что я просто не выдержал. Бог покажет сотни людей, которые без рук, без ног, может быть, действительно много что не имели по сравнению с тем, что мы имеем. И они оказались верными. И Бог тогда скажет, причина в тебе. Ни в ком. Поэтому я еще раз напоминаю ту старую истину. Давайте трудности наши которые мы переживаем. Не приписывать кому-то, что кто-то вот так сделал, кто-то так сказал, а поискать в себе. А почему это так со мной случилось? Еще раз напоминаю из книги Плач Еремий, из четвертой главы. Это целая тема. Я ее, Бараночек, не проповедовал. Но я только, так сказать, отрывки вот этой истины говорил, что зачем все-то человек живущий. Всякий считывает. На грехи чьи? Свои. 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 Почему свои? По той простой причине. Мы имеем или можем иметь промой контакт с небом. А если кто-то что-то делает? Ну, делает. Делает. И, наверное, нет ни одного человека на земле, который прожил бы так, чтобы никто не сказал ему ничего, чтобы никто не посмотрел на него не так, когда нету таких. Но одни спокойно на все реагируют, а другие выходят из себя. И поэтому давайте в наших проблемах искать причины в нас, а не в ком-то. Это вот одна из проблем, которые как-то не высвечивались ярко, не ставились на вид. Я просто напомню еще раз, кто не слышал, что я имею в виду. Очень просто скажу. Когда меня кто-то обидел, то я, прежде всего, что делаю? Я пытаюсь выяснить, почему он так сделал. Какое он имел на это право? Кто ему дал это право что обижать меня? А я должен думать, а почему ты обиделся? Вот в чем стоит вопрос. Почему ты обиделся? С кем-то мы так и не сможем разобраться. Может быть, еще долго будем жить, так и не разберемся, почему. Иногда люди и сами не знают, почему они так сделали. Они часто говорят так. Но я говорю, сам не знаю, почему я так сказал. Ну вот вырвалось и сказал. Он и сам разобраться не может. А я тем более не разберусь. А вот почему я так поступил? Вот тут надо поставить вопрос и ответить. Потому что Писание говорит прямо и ясно. Бог допускает все в соответствии с состоянием нашего сердца. Не чего-то сердца, а нашего. Нашего. Лично нашего. И это то, что не должно пересматриваться. Я просто беру истинность Священного Писания. Это не мой опыт. Это не чей-то опыт. Так написано. Так написано. И если бы мы это знали, если бы так поступали, наверное, гораздо меньше было бы проблем, чем сегодня есть. А вот когда мы ищем причины в других, вот это проблема наша. А искать надо в себе. Потому что в этом смысле слова каждый будет отвечать за себя. Я не буду отвечать за Дмитровича, Дмитрович не будет отвечать за меня. Будем отвечать. Каждый за себя. Почему ты так себя вел в этом отношении? И Христос дал нам пример. Я просто продолжаю эту мысль, но уже с 53 главы Исаии. Он исчезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца введен был он на заклание, и как агнец, пристригущий его, безгласен. Так он не тверзал уст своих. Вот его поведение. Зголословили, зря говорили, обвиняли ни за что. И он шел и молчал. И не вышел из себя. И не обиделся. И не сказал, они меня вынудили, они зря на меня наговаривали, они несправедливо со мной поступали. Шел и хранил свое сердце в чистоте. И это стало для нас спасением, потому что его вели на Голгофу, вели на распятие. Нам не свойственно молчать, когда нас обвиняют несправедливо. Хочется оправдаться, хочется что-то сказать свое оправдание, хочется защититься. Но вы, наверное, не один раз наблюдали в своей жизни такую картину. Покуда Бог не вступался, то ничего ваше не помогало. Абсолютно. Абсолютно. И только тогда, когда Бог вступался, все осталось на свои места. А так вы говорите и обижаетесь, а все равно остается все по-старому. Ничего не меняется. на все есть время. На все есть время испытания, время очищения. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пристригущем его безгласен, так он не тверзал у своих. И я в прошлый раз говорил на эту тему. Это было не потому, что он был бесшилен. Мы иногда терпим жавши зубы по той простой причине, что понимаем, все равно ничего не сделаем. Но если только появляется шанс что-то поменять, мы свой шанс не упустим. А в данном случае у Христа он не был бессильный. Я в прошлый раз напоминал тоже. Он сказал, неужели ты думаешь, говорит, что я не мог бы себя защитить. Я мог бы умолить отца, и он послал бы мне более, нежели 12 легионов ангелов. Кажется, легионов 12 тысяч, если я не ошибаюсь. Может, ошибаюсь, то поправьте. Но 12 легионов это 144 тысяч ангелов. Даже, говорит, больше. Вы помните, один ангел пошел и там десятки тысяч положил за одну ночь. А 12 легионов что они могли бы сделать? Но Христос говорил, а как когда Писание сбудется? Тогда я моего отца обманщиком сделаю. Это было написано, что так будет. Так должно совершиться все. Так должна пройти жизнь. Говорит, я просто не могу нарушить Писание. Я знаю, для чего пришел. А если бы Христос умолил, если бы пришли бы 12 легионов ангелов, то он, наверное, кто-то и поверил бы. Кого переубедили в том, что это не Сын Божий, это обмашки и так далее, и так далее. А польза из этого какая была бы, что поверили бы? Грехи то не были бы омыты, они не были бы уничтожены. Какая польза из этого была бы? Абсолютно никакой. И вот такой вот интересный путь, борьбы с грехом. Умирай, но не греши. Это будет победа. Умирай, черпи, но не имеешь права грешить. Это будет победа. А еще не победа. Я просто напомню еще раз, что не раз тоже говорил, одержать победу над человеком это совсем не значит одержать победу над грехом. и иногда наоборот. Упал в грех от рот до ушей и одержал победу, замолчал. Ну и, говорит, терпел так ему дал. Он, говорит, и век будет помнить. Вот он не выдержал. Все. Таких людей обходят. С ними не хотят связываться. Они говорят так, хороший брат, но лучше с ним дела никакого не иметь. А вот так вот говорят. Нормально, хороший, но лучше подальше от него. Ну, это уж не победа над грехом. Это может быть что-то временное, по-человечески, что-то удовлетворяющее, самолюбие свое, может быть, авторитет какой-то поддерживающий, хотя это не тот авторитет, о котором мы сегодня ведем и всего лишь. Но это не победа над грехом. Как овца веден был он на заклане, и как агнец пристригучий его безгласен, так он не тверзал у своих. От ус и суда он был взят. От ус и суда он был взят. То есть был арестован. И судимый был. И приговорен к смертной казни на кресте. Но был взят. И это не значит. Вот как раз Священное Писание, когда говорит о том, я напоминаю вот этот текст Писания, и как-то сохранил слово терпения моего, то я сохранил себя от годины искушения. Очень часто его понимают так, что не будет этой годины искушения. А вот Писание другой смысл складывает сохраню от годины искушения. Оно укладывает понятие, что будет искушаемый и будет искушение, и я сохраню его. Потому что если нет искушения, то от чего сохранять? Если нет искушаемого, то кого сохранять? А когда есть то и другое, сохраняется искушаемое от искушения. И вы помните, Павел говорил, это одно из Месяц Священного Писания. Он говорит, меня даже там били палками, помните, он перечисляет все, и от всего этого сохранил меня Господь. Ну, как сохранил, когда тебя били? Сохранил от отступничества, сохранил жизнь вечную в Нем. А все эти искушения пришли и коснулись. Говорят, каковые скорби я перенес, помните, я более точно цитирую, каковые скорби я перенес, и от всех их избавил меня Господь. Вот то же самое и здесь звучит, от уст и суда Он был взят. Когда помню, ну, не буду напоминать, не буду смущать людей. А тут и сюда Он был взят. Но рот Его кто изъяснит? И правда. Разбирались, разбирались с происхождением Иисуса Христа и даже с человеческой стороны, вот этой линии, и то не разобрались до конца. Вот из Галилеи разве приходит пророк? Разве не написано, что из Вифлеема должен прийти Мессия? И вот не выяснили, что Он родился точно в Вифлееме. А в самом деле это было так? То когда говорить о Его происхождении, о Его как обезначальном, то как кто может изъяснить Его род. Потому что вот тем, кем Он был на земле, Он же не такой на самом деле. Вы помните место Писания? по виду стал как человек. Вот даже это одно место, что Он не такой как человек. Он по виду стал как человек, но не как человек. И действительно я просто опять повторяюсь, у меня нет других слов, чтобы что-то новое сказать. Ну как можно Бога познать, какой Он есть? Состоит из трех личностей. Одновременно через Дух Святой наполняет собой эту огромную вселенную. Ну как Он может быть как человек? Став как человек. Открылся нам в виде человека. Плод человека взял, но на самом деле Он не такой. Поэтому действительно вот слушаем, читаем эти слова и думаем, народ Его кто изжеснит? Я уже вам рассказывал, как мне хотел знать, кто такой Бог. Господи, кто Ты? Кто Ты? все. Я на комбинате работал тогда, весь день хожу, говорю, Господи, кто Ты? И говорю Богу, я своего мастера знаю, в котором я работаю, я начальника знаю, в котором я работаю, а у тебя работаю и не знаю, кто Ты? Кто Ты? И все. Кто Ты? Пришел домой, стал молиться, я очень редко вижу видение. И смотрю, что-то очень красиво какие-то вещи складываются, потому что по Писанию я что-то знал, могу что-то сложить. И оно красивое, красивое. Цвета, я их не могу передать какие. Они очень аккуратно складываются, но только один венчик, и вдруг огромный конус обрывается. Опять начинаю по-новой, опять что-то складывается, опять огромный конус обрывается. третий раз огромный конус обрывается, и слышу голос, знаешь мало, познаешь больше, и все равно не поймешь. И все равно не поймешь. Как можно понять? Ну как? Не поймешь. И действительно, я как-то Володе рассказал, а он мне говорит, знаешь, брат Николай, ну как стул может понять столяра, который его сделал? Ну как он может понять столяра, стол? Он назначение свое имеет, он служит кому-то, он нужная вещь, но он никак не поймет столяра, который его делал, для чего он его делал. Он просто, то мы не столы простые, мы же не пни, мы не деревяшки, мы разумные существа, но тем не менее творения сотворены, мы разумные вещи, и насколько Бог нам открывается, как открывается, так мы его и воспринимаем, а вообще в общей полноте, кто его может понять, кто может действительно увидеть, кто-то может сказать, ну написано в Библии, видел Бога, ну видел так, как Бог ему показался, вот так и видел, вот так и видел, а если бы он увидел такой, какой он есть, то человек и не понял бы, что он видел, я просто вспоминаю, когда Библия описывает Херувимов, Серафимов, помните, там свет, пламени, истрады, огня, колесо, колеса, четыре лица, одно там тельца, потом человеческое, потом лева, потом орла летящего, они, значит, каждое лицо идет в свою сторону, а в общем месте идут в одну сторону, ну как тут можно понять даже ангела, не поймешь, что то, что он видел, а когда он нам представляется с крыльями, как мы уже приняли, о, ангел, а на самом то деле, ну вот как они эти духи нам показывают, так мы их и понимаем, потому в Библии нет противоречий, и с одной стороны правильно, никто Бога не видел и видит, а с другой стороны, я видел Бога, ну как видел, так как он не представился, так я и видел, а какой он на самом деле, Христос говорит, только я видел отца, больше никто не видел, больше никто не видел, я, говорят, его лицо видел, я его голос слышал, ну и, наверное, вы знаете, что все небо имеет дело с Иисусом Христом, с Его Словом Божиим, а он сам всегда за кадром находится, один Христос, как несотворенный, и Дух Святой знает, кто он такой есть, от усы суда он был взят, но род его кто изъяснит, ибо он отторнут от земли живых, что же отторнут от земли живых, насильственная смерть, отторнут, не просто сам ушел умер, отторнут от земли живых, насильственная смерть, за преступления народа моего претерпел казнь, опять, за что потерпел? За преступления, за саделанные грехи, хотя очень часто в Священном Писании слово грех употребляется по контексту, если смотрим, в смысле саделанный грех, что мы путаница может быть, за преступления народа моего претерпел казнь, ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, вот насколько непросто перед Богом смотрится смерть и погребение, нам кажется за жизнь надо наблюдать, жизнь имеет ценность, а у Бога и смерть имеет ценность свою, почему? Потому что она, по сути дела, венчает всю жизнь человека, и преступников их хоронили не с нормальными людьми, если так можно выразиться, для них были отдельные кладбища, но мы сегодня тоже это наблюдаем сегодня, для знаменитых личностей, для чьей правительства есть свои кладбища, правда? Это с древности пошло, и это является почетным, что вы похоронили вот там на Новодевичьем кладбище, там рядом вот тот и тот похоронен, великие люди там лежат, поэтому перед Богом имело значение и как похоронен, и где похоронен, это тоже своего рода честь, это значит прожил жизнь так, что достоин быть похороненным, ну, не просто как все смертные, а немножко с более большим почетом, особенно, когда человек долгую жизнь прожил. Иногда бывает так, в течение жизни, когда здоровье есть, один человек, когда уже время старости и рассудок потерял, или спился, или еще кто-то просто не смог начатую жизнь довести до конца на том уровне, которым она была в течение жизни. А другие сумели это сделать, а другие сумели это сделать, и уже последние дни жизни они были на должном уровне, ничего не потерявши. поэтому написано так, ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не был лжи в устах его. Вот кто достоин достойного погребения. Сегодня для нас, для людей на сегодняшний день, достоин погребения, достойного человека, которого уже никто не спрашивает, как они были заработаны. Много все могли организовать на высшем уровне, у бога не так, у него не это ценится, у него ценится жизнь, как было прожито, какими делами было заполнено время, что он делал, живя в теле. Но с другой стороны, я в прошлый раз тоже об этом напоминал, из книги Экклесиаста, с 8-й главы, 14-й стих. Есть и такая суета на земле, праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечастивых, а с нечастивым бывает то, чего заслуживали бы дела праведников. И на это особенно не обращайте внимания. вот этот закон, что для праведника все хорошо, он не всегда работает так. Иисус был праведник, которого равному не было и не будет. А финал его был очень тяжелый. Поэтому не всегда на основании того, что мы видим, что происходит с человеком, не всегда можем дать ему правильную оценку, почему с ним так произошло. И еще раз вспоминаются слова предупреждения из священного Писания «Не судите, да не судимы будете». Как-то я помню, этой сестры уже нету в вечности, дочка ее живет в Америке, я когда был последний раз, я с ней встречался, и вы помните, когда погиб Виктор Панько, кто помнит, это уже из пожилых, молодые не помнят. Много было разговоров, как, почему, что, авария под Москвой, он погиб. И они сидят, вот эта сестра, и рассуждают, как, что, почему так случилось. А эта девочка, Бог берет ее в дело и говорит, вот скоро от себя так будут говорить. Прошло где-то, не знаю, месяц или сколько, сама попадает в аварию, то как, почему, зачем. Я совсем не думаю, что это было засуждение, я не думаю так, но тем не менее, вот Бог так сказал, она говорит, она та же господи говорит, Дина, что ты говоришь? Она как-то сразу сникла, помякла, знаете, ребенок где-то 5 или 6 лет, сидит, она рассуждает, почему с ним так вот, вот скоро я тебе так буду договорить. Просто Бог взял в удел уста. Проходит короткое время, и вот, пожалуйста, рассуждайте, осуждайте, что хотите, делайте. И тот хороший брат был, и эта сестра очень хорошая была. Но вот бывает такое. И только один Бог знает, почему вот так бывает. Не все нам открыто, не все понятно, не все можем расставить так, как нам хотелось бы. Но Библия говорит, что так бывает, и этому нечего удивляться. И не надо осуждать, что этот грешник потому ему так. Это вопрос, почему так? Ответа, если и есть, если его можно повторить, только тогда, когда Бог конкретно сказал, что а просто по-разному здесь не возьмешь эти вещи. Слишком они глубоки и непонятны. Потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Вот понимаете, я вот эту сторону беру, не было лжи в устах. Есть ложь, которую человек сам сочиняет эту ложь. А есть ложь. Он просто не разобрался. Это была ложь. Но оно было так авторитетно и твердо выражено, что он принял за истину и стал ее повторять. Скажите, от этого ложь станет правдой или все-таки ложь и остается? Ложь и остается. Знаю я или не знаю, понимаю или не понимаю, но ложь есть ложь. И здесь одна из особенностей Иисуса Христа. Сам он никогда не собирался лгать. И очень тонко чувствовал ложь, которую люди говорили. Никогда не воспринимал ее за истину и не передавал как истину. Не было лжи в устах его. Вот Исаии так не получилось. Вы помните эту шестую главу? Год смерти Сараозии видел я Господа сидящего на престоле высоком провознесенном края рысего наполняли весь храм. Я не цитирую дальше этого текста Писания. Но там дальше есть такие слова, которые Исаия произнес. Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами. И вторая часть. И живу также среди народа с нечистыми устами. если сам сбодрствовал, то от людей мог принять неправду какую-то и ее возвышать как правду, а это она таковой не была. Смотрите, насколько важна вот эта ложь. Настолько важно нам сегодня быть осторожными и не спешить что-то передавать. Сегодня настолько все напитано ложью. Трудно разобраться где правда, а где истина на сегодняшний день. Настолько много вот этого непонятного. Откуда только люди берут это все? И тем не менее мы можем считать так. Но ты ж просто сказал. Но я не разобрался. Если б я знал, то я так не делал. А то не имеет значения. Горе мне погиб я. И бы я человек с нечистыми устами. И живу среди народа также с нечистыми устами. и глаза мои видели царя Господа Саваофа. Почему он и понял, что нечисто? Он увидел чистоту. Сравнил мгновенно. Бог дал ему такую способность. Сказал, горы мне погиб я. Наверное, с этой точки зрения, просматрив жизнь нашу, всем нам надо каяться и очень много. И очень много. А то, что не разбирались, подхватывали, передавали. С убежденностью сильно передавали, а потом оказывают, да и совсем же не так. Я тоже вам, наверное, рассказывал, когда я сам сталкивался с таким явлением. Сижу с братом на одной скамеечке разговариваю. Он мне говорит, вот я, мне сказали, один брат получил вот такое откровение, начинает перерасказывать. Я говорю, что ну, не мог этот брат получить такого откровения, но противоречит Слово Господне. Да говорит, да ты что, правда, я точно знаю. Говорю, не мог он получить такого откровения. Знаете, он чуть не в грудь бьет, что это правда. Говорю, слушай, это я получил, и я помню, что получил. Вы поняли меня хорошо? Что я уже забыл, что я получил, что ли? Ты мне доказываешь, что я получил, что я рассказывал. Я говорю, я не мог такого рассказывать, потому что совсем не так было. Но кто-то убедил так, но вы знаете, что в грудь стучит, ну, точно, если бы не я сам был, то даже подумал бы, ну, так убедительно, так все основательно, ну, как не поверить? А на самом деле, нет, не было такого. Я уже даже не помню, что на сегодняшний день, это было давно уже. Я вот так, что никому не рассказываю, я ему пересказал, как было. Совсем не так было. Да что тут говорить? Правда, уже не помню, наверное, может быть, немножко, ну, выглядеть будет так чудаковато. А я, когда я что-то был пресвитером где-то 85-й год, объявление делал. Делал объявление. Одно, другое, третье. Выхожу туда, сзади, выхожу, правда, не в этом молитвном доме были, мы еще были на грунтовой тогда. Значит, один брат пересказывает другому, какое я объявление сделал. Я говорю, слушай. Ну, ну, как вы могли за две минуты перевернуть все? Ну, чем вы слушали? Да мне в голову не приходило такое объявление делать. А он пересказывает, один недослушал, спрашивает, а он ему пересказывает, что я объявлял, и такое объявление делают, я за голову взял, ну, как можно так? Ну, через день, через два забыл, ну, через пару минут перевернуть еще, ну, как можно так перевернуть? И после говорили бы, ну, точно Николай так объявлял и так говорил? Ну, то же две минуты назад, ну, в молитвенном доме, ну, как можно, ну, вот так вот, можно, оказывается, можно. И вот здесь Священное Писание почему обратило внимание на это, смотрите, потому что не сделал греха, и не было лживост, именно на ложь обращено внимание, а по той простой причине, что дьявольское оружие, это же ложь, это же ложь со всех сторон, во всех сферах жизни, ложь. А начинается она с маленького. Говорит, приучили язык свой лукавствует до усталости. Помните, это Местописание из Еремии? Приучили язык свой и лукавствует до усталости. Уже привычку вошло. Я очень часто задаю такой вопрос в отношении лжи, понимая это, живет дух лжи. Здесь я не оправдываю человека, который лжет. Но здесь хоть понимает человек, зачем он это делает. Цель есть какая-то. А вот когда дух лжи живет в человеке, вы знаете, как он проявляется? Человек совсем не собирается никого обманывать. Он просто начинает что-то рассказывать. И через пять минут увидит, что заврался, больше думает, ну зачем это надо было? значит, имеет доступ к духу лжи. Как автоматически, несознательно, где-то так подспудно, берет дух лжи. Это делает дух лжи. Вот почему здесь на этом месте Писание. Я останавливаюсь, потому что это очень распространенный грех. И довольно часто даже не сам человек виноват. Кто-то это сочинил, кто-то это сделал. А человек виноват в том, что не разобрался и начал передавать это все. Даже это не переносчик, надо по-другому назвать. Но тем не менее, это неправда. Тем не менее, это неправда, это ложь. И 10 стих. Не было лжи в устах его, но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Вот теперь и рассудите. Господу угодно было исцелить его, понятно, защитить его, приемлемо, предупредить его, тоже понятно, но поразить его, это уже не укладывается в рамки наших понятий, не укладывается в нашем мышлении. Но это надо было сделать. И поразить его, мы уже знаем, почему, за нас. Потому что за грех должно прийти возмездие, за грех должно прийти наказание. И я говорил в понедельник, сегодня еще раз напомню, это 17 глава книги Иова, третий стих, когда Иов просил, Богу так молился, Господи говорит, заступись, поручись сам за меня перед собою. Вот, это единственное место, я больше не нашел подобного. Сам за себя, значит, за меня заступись перед собою. Если мы сегодня понимаем, что не три Бога, а Бог один, Бог Отец, Сын и Дух Смертный, это один Бог, так оно и получается. Он отдал на смерть своего Сына частицу себя, сам и заступился перед собою за нас, грешников, за что благодарение Богу. Вот это, может быть, кто-то еще где-то похожее место, но я нашел только одно место, вот это именно, такое яркое, где Иов просил, сам заступись за меня перед собою или поручись за меня. И Бог это сделал, за что благодарение Богу. Но Господу угодно было поражить его, и он предал его мучению. Что для нас это говорит? Что воля Божия не всегда бывает приятна для исполнения нам плотским людям? Она очень часто связана с какими-то проблемами и трудностями, которые нам надо пройти. И, допустим, самый простой пример. Кто-то, кого-то Господь хочет спасти в больнице. с кем надо поговорить не один час, наверное. И что тогда Бог делает? Кому-то из верующих допускает болезнь. По сути дела, поражает его. Он попадает туда же. Господу угодно было поражить его. может быть, это совсем не совсем идентичный пример, может быть, не совсем знакравеством можно поставить с тем, когда мы рассуждаем о голговской жертве, но, тем не менее, очень часто воля Божия в том и заключается, что нам претерпеть что-то надо. А вы думаете, для того, чтобы спасти кого-то из семьи неверующего, который человек трудно переносимый, поведение непредсказуемое. Вот как трудно в это время жить с таким человеком, чтобы как-то помочь ему. И словами поражает, и руками, и чем хочешь. А по-другому нельзя? Я не раз говорил, но, наверное, не для сегодняшнего. Когда-нибудь я эти записочки соберу, и когда-нибудь мы сделаем разбор ответа и вопросы, чтобы не прерывать сегодня. Я постараюсь эти вопросы все осветить. И потому Господь очень часто допускает трудности в нашей жизни. и они имеют смысл. И они имеют смысл. Может быть, не столь глубокий, как мы сегодня здесь имеем в связи с Иисусом Христом, с Голгофской жертвой. Но, с другой стороны, хотя бы то же самое терпение. Мы часто молимся, Господи, дай мне терпение. Но терпение это результат работы через скорби над человеком, через трудности. Это не подарок, который падает с неба, вот так взял и упал терпение. Дух Святой Бог может дать для победы над трудностями в то время, когда Бог будет вырабатывать терпение. Это другой вопрос. Но само терпение это результат работы над человеком. А без терпения ничего ни у кого не получится. Для служителей тем более. Для тех, кто желает, чтобы какие-то перемены произошли. Без терпения ничего не получится. И когда Священное Писание обрисовывает нам характер апостола, характер служителя, то на первом плане стоит терпение. Помните, Павел говорил, признаки апостола перед всеми вами оказались прежде всего всяким терпением. А потом уже чудеса и знамени и все, и все, и все, и все. Для того, чтобы побеседовать с человеком. А он противится, он свои претензии предъявляет, он вопрос, папирок задает, нужно терпение или не нужно? Нужно, нужно, без этого ничего не будет. Не выдержал, пошел, все, развалилось дело. Терпение. А чтобы терпение выработалось, я, кажется, в прошлый раз говорил, упоминал, когда мы говорим слово терпение, в любых вопросах нашей жизни, или это касается нашей молитвы, или касательно ожидания каких-то благословений Божьих, или ожидания перемены в жизни личной, или ожидания перемены со здоровьем. Писание говорит, терпение нужно вам. Что это значит? Это значит одно. Если Бог говорит терпение, это означает, сразу не получишь, придется подождать. Потому что терпение и не надо много даже говорить, не надо много решить. Как только звучит слово терпение, это означает, что не сегодня. Терпение нужно вам. И это самое главное для нас, которые живем на земле. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву у милосемления? Посмотрите, эти два слова. Жертва у милосемления. А что такое жертва? Вы уже прекрасно рисуете себе ответ. Это значит, это больно. Это значит, что-то отдаю. Это значит, что-то теряю. Это значит, что не мне, а от меня. И сначала Иисус Христос отдал все, особенно, когда дело касается голговской жертвы. А потом уже через эту жертву получил много. Но сначала надо отдать, а потом получить. А мы сначала хотим получить, а потом отдать. Все шиворот на выворот. А писать его сначала жертва, а потом получишь. А мы говорим так, ты сначала отдай, потому что мне нечего жертвовать. А жертвуй то, что есть. Есть, что жертвовать. Мало я имею в виду и здоровье, и силы. Обычно всегда к нам жертву только на деньги переключается. Я вообще имею в виду все. Я все имею в виду. Сначала отдай, пожертвуй, а потом будешь что-то, но не наоборот. Но не наоборот. Когда же душа его принесет жертву и милостивление, он утрет потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. Потому что говорит слово Господне испытало его. то есть Бог показал, даже Сына Своего испытал и испытал до крайности. И вы помните место Священного Писания, которое говорит о том, что он страданиями навык послушанию и усовершившись, сделался для нас виновником спасения вечного. Через страдания навык послушанию. Потому что слушаться тогда, когда страдание, это когда легко. И когда что-то приятное тебе предлагают, что за проблема? это еще не значит, что есть послушание. А вот когда ты понимаешь, что последует за твоими действиями, а Бог говорит, надо, и сделаешь, это совсем другое. Вот там как раз послушание. И я просто напоминаю два места священного Писания или два случая, или два периода жизни и жизни Иисуса Христа. Один из них я очень часто повторял, когда послушание проверялось, когда Христос молился в Девсиманском саду и говорил, Отче, если возможно до минут меня чаша сия. Он знал, что его впереди ожидает. И очень сильно томился, очень сильно скорбел. Говорит, душа моя скорбит смертельно. Помните это местописание? Душа моя скорбит смертельно. Говорит, помогите мне, помолитесь вместе со мною. Но ответ был один. Тебе надо идти, совершить спасение для людей. И Иисус сказал, впрочем, не как я хочу, а как ты. Не моя воля да будет, а твоя. А твоя. Это было послушание. Оно было основано, конечно, глубоко очень на любви к отцу, на любви к людям, можно много что говорить на эту тему. Но тем не менее, все-таки стоит слово послушание. И настолько было непросто. Вы помните, что на кресте он возопил громко. Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? И после этого уже финал умирает. это испытание до крайности. Это не было раздражения, это не было смущения, почему он знал, почему, но настолько было больно, просто вырвалось из сердца, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? так. мы, наверное, таких скорбей не переносили настолько тяжело. Если что-то и было, ну, для нас это было очень трудно, но не сравнить с тем, что Иисус Христос переживал. Но все это надо было пройти. Но все это надо было пройти. Так жизнь стала распоряжаться. Я не один раз говорил, и кого-то, может, это смущало, но я сегодня повторю еще раз. Когда пришел грех на землю, то одно стало странное явление происходить. Ну, как, может быть, я не совсем тошно выражаюсь, нечто стало происходить неудобно вразумительное. Чтобы кто-то жил, надо было кому-то умирать. Вот так стало происходить. Что я имею в виду? Хотя бы сколько мы животных переели, чтобы жили? Да, целые фабрики работают. Они растят, а мы съедаем, чтобы жить. Чтобы жить. Вот такое явление. Посеяли что-то, что надо сделать? Съесть, чтобы жить. если не съешь, не проживешь. Я что-то сюда беру? Чтобы кто-то жил, надо, чтобы нас съедали. И надо разрешить съедать, куда денешься. Вы понимаете, я не грубости говорю. Это просто язык такой, я по-другому выразить не могу. вот это. Но для того, чтобы кто-то жил, кто-то должен отдавать себя. Это молиться, это делать, это еще что-то, а это все то, что лишает нас нашей части какой-то определенной, какого-то здоровья, какой-то силы. Но у нас другого выбора нету. У нас другого выбора нету. Один должен разрешать себя съедать, а другой должен съедать. но слава Богу нас еще никто не съел. И в 12 часов ночи звонит, и в 2 часа ночи бывает такое. Брат инвалид ему не спится, в 2 часа ночи звонит. Брат Николай, я вот этого места священописания никак понять не могу. Ну думаю, ну нашел время в 2 часа ночи звонить, место священописания ему надо. Это целый день спал дверный дом, а я тут не спал. Ну надо объяснять. Правда у меня сейчас хороший помощник Андруша, он все мобильники повыключает, чтобы самому уснуть. Он быстренько раз-раз-раз повырубает все, и звонит, и никто не дозвонится больше. Ну я немножко с чумером это говорю, но такое бывает. Ну и надо отвечать. Хочешь спать, не хочешь спать, но отвечай ему, почему Самсон так и так поступил. Вот ему в это время так захотелось почитать это место, вот не понял, и тут же набирает, и звонит. Здравствуйте, отвечайте мне, потому что у меня проблема вот такая. Ну вот так. И говоря вот таким языком, для того, чтобы мы, допустим, могли жить вечной жизнью, Христос дал нам себя съесть через голговские страдания. Это звучит как-то немножко съесть, съедаете. Я не имею в виду вот то явление, о котором Павел говорил. Если вы друг друга угрызаете и съедаете, то смотрите, чтобы не были страблены друг другом. Я не это имею в виду. Вот это съедать, это никуда не годно. Это никому не надо, вот это съедение. Я имею в виду вот это доброе направление. Вот то, о чем я сегодня говорил. И потому Иисус Христос вот и действительно отдал самого себя. И Он сам говорил, если не будете есть плоти Сына человеческого, и не будете пить крови, вот то что? То не будете иметь в себе жизни. Так что я не какой-то хам здесь отсюда с кафедры. Это библейское выражение. Они просто вот так вот говорят таким сочным языком, что на самом деле происходит. Потому очень хорошо, когда нас кто-то молится, я понимаю, что меня тоже не съели, потому что кто-то молился. Дмитриевича не съели, потому что кто-то молился. И вас не съели, потому что кто-то молился. Если вы не было, то поседали бы давно. Но Бог этого никогда не допускал. Но это такой закон, такая жизнь сегодня. Я не просто это привел пример, потому что очень часто мы отказываемся от чего-то, когда трудности такие большие приходят. Но без трудностей ничего не бывает. И вся жизнь наша в том и заключается. Вот два вопроса. Съесть кого-то надо, а кто-то должен разрешить съесть? Ну съедать вернее, не съесть. Наверное съесть никто не хочет, его съели. А съедать, ну приходится это делать. Ничего не сделаешь. Такая жизнь на сегодняшний день. Придет другое время, исчезнет грех земли, дьявол будет отправлен в свое место, тогда не будет такого, что теперь есть. А на сегодняшний день это кругом. Одни других съедают. И в природе, и среди людей, я имею в виду, в духовном смысле слова, это такое явление. Поэтому неудивительно, что Господу угодно было поразить его. И он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное. И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. Когда Христос совершил спасение, скоро будем праздновать один праздник за другим. Сорок дней, эти десятницы и так далее, и так далее. Христос взошел на небо, принял всю власть и силу, которую оставил тогда, когда шел на землю. И вы помните, вот эта книга планов Божьих, она была передана в руки Агнцу. Никто не мог ее взять, даже открыть не мог, и она говорит, я много плакал, что не нашлось никого достойного не только взять эту книгу, даже заглянуть в нее, но кто-то из стартов сказал, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давида, он победил, и может взять книгу и снять ее, печать ее, и он начал открывать, что взял в свои руки, и до сегодняшнего дня руками Иисуса Христа совершаться всякая воля Божия на земле, потому что он прошел весь путь так, как надо, нигде не согрешил, проявил послушание всякое, и потому является для нас великим благословением и спасителем. Он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Оправдает многих, почему многих, потому что многие не примут голговской жертвы, хотя Христос умер за грехи всего мира. Ну, поим, один христианский псалом, он плакал, потому что видел, что жертва для многих будет какая? Напрасная. Жертва для многих будет напрасна. Он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Вот я здесь пометил у себя самое трудное это нести ответственность за чужие грехи. Как не хочется, чтобы это так было? Но Иисус Христос взял на себя грехи мира. Я вспоминаю студенчество, вспоминаю, и однажды рассказывал, хотя не открытым текстом, как это заходит, а там в комнате беспорядок, что-то такое неприятное, и один из них сразу кричит, это не я, это тот. Его никто не спрашивал, кто это наделал. Он сразу, это не я. Не хочется брать на себя позорчей-то. Сразу без разговора, это не я, это тот и тот. непросто мужу взять позор жены на себя, а иногда надо это делать. И непросто жене взять позор мужа на себя, но иногда это надо делать. Ну, какой позор? Я не виду что-то такое особое, но житейское. Может быть, где-то что-то, муж не совсем делает так на сто процентов. Ну, и надо закрыть. Не правда, что тут не я делал это, он сегодня так делал. Ну, и наоборот, и наоборот, это не является чем-то крамольным, это не является чем-то особым. закрыть. Это нормальное явление. Это нормальное явление. И грехи их на себе понесет. Почему я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда, как он понес на себе грех многих из-за преступников сделался ходатаем. Вот один такой текст большой, но очень важный. Почему? Я дам ему часть между великими. Но если уже речь вести об Иисусе Христе, то между великими кто между великими? Отец и Дух Святой? А где может быть еще великие больше, Он? Когда мы сегодня о себе ведем речь, потому что мы должны идти по стопам его, то здесь мы понимаем, чуть-чуть поширо расширяем вопрос. Когда мы где-то участвуем в каком-то труде, если даже мы не на первом плане, то часть труда, она будет или награда определенная за определенный труд будет дана, потому что участвовал, вы помните, Павел вспоминал деканису церкви кенхрейской, она между апостолами прославилась, я не думаю, что она вместе с Павлом проповедовала что-то, я не думаю, что она могла работать на уровне Павла, но ее труд был вложен в его труд, и у нее всякого сомнения, когда придет время, когда Бог будет давать воздаяние в первом воскресении, то многие получат часть награды за то, что участвовали в чьем-то труде. Павел когда шел куда-то, он, как правило, посылал перед собой своих помощников, вот идите и приготовьте мне там помещение, помните? Идите мне там помещение, чтобы я, когда я приду, чтобы я не искал там, где мне жить. Они готовили. И потому успех Павла Бог будет делить не только ему все, а часть тем, кто помогал ему. А вот были соучастники в труде. И вот здесь Писание говорит, я дам ему часть между великими. Есть люди, которые трудятся, они стоят на первом плане, на виду у всех. Но если бы у них не было поддержки молитвенной и другой, там кем-то незаметным, они никогда не сумели бы сделать то, что они сделали. А потому и труд будет разделен я часто такой вот слышу, а что я, а что я, он тот и тот, вот и туда, а я что? Иногда вот эти незаметные делатели, они настолько сильно помогают заметным, чтобы без них они просто не были тем, чем они есть. Поэтому мы сегодня работаем, как единый организм. Об этом сегодня не надо говорить много. Я не один раз говорил об этом. И потому здесь написано я дам ему часть между великими и сильным будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть. Помните, Павел говорил так, вспоминал, я уже эти имена не совсем помню хорошо, но он говорил так, значит, отправьте эту деканису, как должно, она мне была помощницей, приветствуйте, там того и того, они говорят, душу мою свою полагали за меня. Вот те убежали, в том же Фигел и Ермоген, а он пошел, говорит, искал меня по городу и нашел. И кажется, о нем то идет речь об этом человеке. Душу свою полагали за меня. И наверное, если бы кто-то не полагал душу за апостола Павла, то Павлу скорее бы отрубили голову. Хотя в общем-то Бог контролировал все с этой точки зрения. Ну очень часто ему помогали через людей Бог все это делал. Чтобы и для них была награда какая-то. Я как-то говорил наверное даже здесь говорил наверное на прошлом разборе. Я уже все не могу помнить. Бог очень часто делает так Христос чтобы и людям была награда. Подошел когда Христос был на земле к берегу народ чеснит его просит значит у Петра дай мне свою лодку. Он отплыл на этой лодке. А после как награду он говорит закиньте щетей для лова помните они вообще ничего не поймали короче говоря оставались без средств существования если так можно выразиться. они они жили этим наполнили две лодки а Христос мог бы сделать по-другому я наверное на прошлом разборе я говорил об этом он прекрасно ходил по воде помните он бы мог сесть на воду и сидеть без без Петровой лодки скажите мог он так сделать или нет мог бы но тогда Петру ничего не прочиталось и он всегда делал чтобы человеку что-то прочиталось когда однажды не получилось переплыть на лодке это он шел по мору шел правда шел по мору по бушующим волнам для него не проблема было но а все время он плавал с людьми в лодке заботились о нем кормили жил как человек я напомнил другую сторону этого вопроса если бы действительно он был не в лодке а сидел на воде наверное все время думали бы как это на воде сидит не слушали бы что говорил а глядели бы вот чудо на воде сидит тут вторая еще сторона он хотел чтобы слушали славу господне а однозначно если бы он стоял на воде и сидел на воде наверное никто бы не слушал бы что говорил а все удивлялись бы наверное еще больше собрали бы на воде сидит но у Христа не было этой цели удивлять кого-то чудесами. Когда надо было им проявляться, то Он это делал. А когда так с людьми вместе, чтобы впоследствии поделить добычу. И мы сегодня хорошо понимаем, когда мы трубимся для Господа, Господь получил сегодня все от Отца Небесного, и Он обещал и нам разделить ту добычу, за что благодарение Богу. Поэтому пусть Господь благословит нас уже без десяти, мы будем молиться, заканчивать, пусть сегодняшний день принесет нам благословение, пусть Слово Господне уместится в сердце наше, и пусть Господь поможет нам подражать Христу и идти по Его стопам.